Музыка После серии удачных работ в Кишиневе Нам посчастливилось получить интересный, по нашему мнению, объект в разработку Это заведение Кокос Над реализацией проекта работало три команды Команда ГАЗ, Команда Энерджи и Администрация Клуба Три команды, работающие в унисон В итоге дали совершенно новый результат и абсолютно интересную работу Так скажем, по скорости и по сложности Один из самых интересных проектов Потому что делалось все очень быстро, на самом деле А времени было мало С первых же минут встречи мы понимали, что задача перед нами будет стоять очень серьезной И очень тяжелой по своему значению И мы, конечно, со всей душой, со всеми своими эмоциями, знаниями Пытались найти решение, какой лучше использовать дизайн Какой план лучший, какой подход к реализации объекта Много крутились вокруг, ходили вокруг, гуляли, смотрели какие рестораны, какие кафе рядом Просто смотрели в интернете, что, как, какие новинки, какие новости, материалы Какие подходы новые по дизайну Проводя определенный анализ, поняли, что сегодня в Георгию Кишневе Как бы просто ресторан сделать неинтересно Нам пришла мысль С ребятами, с командой Сделать заведение, которое плавно будет переходить в обычное рабочее время ресторана В клубную То есть в пятницу и в субботу он мог легко переходить в клуб Это и изменило определенные моменты в самом планировочном этапе Самая интересная история в создательном процессе заведения Это была история с появлением имени Здесь непосредственное участие парень и мой брат Мы искали, искали, думали Решение пришло само по себе Находясь на... прям на стройке Мы с братом и с командой поняли, что то самое название для этого проекта может быть «Кокос» Поскольку оно очень лаконичное, очень простое и очень легко запоминающееся То есть название, которое было добавлено в это «Привет» То есть означение, что это все-таки что-то private Но именно с французским уклоном, потому что «Привет» Почему мы предложили назвать его «Кокос Привет»? Поскольку клуб в принципе небольшой И на момент запуска клуба с точки зрения концепции Наилучшей концепции был ресторан-клуб в некоторой степени закрытого типа В который не так легко попасть Поэтому к слову «Кокос» добавилось слово «Привет» Что на французском языке означает private или частный ресторан Ресторан закрытого типа Раньше в ресторане было очень много стенок старых Мы решили в мейн-проектировании снести почти что все Оставить только оболочку Исторический центр, историческое здание Оставить только оболочку Все это собрать и оставить большое пространство Это была одна из основных задач Сделать большое пространство Замечательный интерьер, большие формы, большие люстры Совершенно новое расположение барной стойки И новое расположение диджейского аппарата Использовали максимально возможные современные технологии В плане LED-освещения Которое имеет очень много разных тонов, цветов Которое меняет помещение в раз Заведение-конструктор Конструктор почему? Потому что мебель, если вы заметили, она уникальная по дизайну Мебель не куплена нигде, не заказана в Италии, в Германии Нет, это все наши Это наши мысли, идеи Сама мебель, если вы заметите, она разделена на две части Одна длинная часть, другая короткая Ее можно разворачивать, делать на 6 мест пространства Можно развернуть, раздвинуть, сделать 2-4 Можно перевернуть и сделать вообще зал полностью открытым И сделать реально место для танцполя И эта мебель, она была нарисована над нами То есть придумано, как это будет Мы подобрали кожу, подобрали эффекты, простоту форм Опять же Вот это был один из вызовов данного заведения Бар со светящимися элементами внизу, логотипом и всем остальным Это тоже процесс созидания Как его сделать плавным, с переходными этими линиями Глянцевости, МДФ Это тоже эффекты Вот этого чуть-чуть лоска Маленького чуть-чуть лоска Да, но все равно простота Минимализм Белый потолок Который, бах, случайно В вечернее время переключается в видеоизображение Бегающее название Эффект клуба Вырубаем Все Тихо, ресторан, люстры В процессе работы Energy предложила внести определенные корректировки даже в дизайн заведения То есть добавить какой-то паттерн, эффекты на стенах и на баре Важно было разместить в рамках интерьера элементы брендинга Которые бы, с одной стороны, показывали, что это клуб кокос Но, с другой стороны, которые бы не брали на себя слишком много внимания И в итоге не отвлекали от того интерьера, который удалось построить в Вите Если в других клубах бывает так называемый брендвол Когда приходят люди, становятся, толпятся вокруг этого брендвола и их фотографируют в кокосе Ты можешь сфотографироваться в любом месте и ты знаешь, что это кокос Вы знаете, что на стенах везде написано фирменным шрифтом кокос Поэтому с Витей было очень легко Мы вместе искали решение Это был редкий случай творческого симбиоза Когда Витя мог предложить определенное решение задачи Мы могли добавить к этому еще что-нибудь Затем представители клуба, в свою очередь, также добавляли некоторые вещи И в итоге получалось что-то интересное Логотип Это их идеальная идея То есть идея и простая, и необычная Он сам в себе несет уже какую-то такую уникальность дизайна Необычность Сам логотип это очень интересный и красивый знак То есть это может быть и лабиринт Это могут быть концентрические круги То есть каждый видит в нем свое И плюс там есть надпись кокос Кухня плюс бренд, название, логотип Это все в одном целом как бы и создает вот это заведение И это целый коктейль эмоций Эмоции от дизайна, эмоции от света Эмоции от еды, которую ты потребляешь И вот это и создает планировку Это создает эмоциональный багаж Который будет принимать человек Находясь в заведении Эмоциональное количество времени Безусловно проект успешный И безусловно проект интересный Кокот для меня и как ребенок Который мы создавали, растили, наблюдали за ним Как он пошел, как он начал ходить И сейчас можно смело утверждать, что он ответил на свои вопросы И в итоге я думаю, что у нас получился свежий образ Который вот уже год скоро будет кокосу И уже исполнится год Этот интерьер продолжает быть свежим И продолжает быть интересным Чего не скажешь обо всех клубах города Спустя год уже можем смело говорить, что мы справились с задачей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok